Два месяца назад. Что удалось сделать на Goodgame? Не абы где, а на Goodgame. Какие, собственно, планы дальше? Собрать с вас, дать вам информацию, собственно, чтобы вы знали, что происходит, и собрать с вас фидбэк, то есть ваше такое ситуативное мнение о происходящем, то есть, возможно, какие-то баги, возможно, какие-то пожелания и так далее. Традиционная трансляция делится на две части. В первой части мы рассказываем вам, что сделали, а во второй части, нифига себе, сколько стримов, вот я наподписывался, а во второй части переходим к вашему фидбэку. Поскольку фидбэк издавать, говорит Вуджин, но зависит от твоего веса, на самом деле. А один символ на килограмм, там, ну и плюс 20 получается, да, еще? Короче, если серьезно, есть новость на главной странице. Блин, какое же красивое оформление. Если еще убрать, надо бы еще сделать браузер синий, знаете, или темный, чтобы он, ну, не как вырвиглазный, типа, контраст шел, а вот так вот. Ты врубаешь просто вот good game, заходишь в новость, хотя новость это не наши, не профильные наши темы, и сразу чувствуется рука мастера. Даже мастеров, я бы сказал, потому что здесь иллюстрации от Савелия, которые на заднем плане, это новые дефолтные аватарки. И, конечно же, дизайн от нашего любимого безумного Виктора, который шаг за шагом на протяжении последних, не знаю, скольки, наверное, шести лет, раздел за разделом, перерабатывали, изменяли, дополняли. И, конечно, благодаря такой вот постепенной поэтапной работе у нас вроде как незаметно, но сайт постоянно-постоянно-постоянно развивается. Биг Тести говорит, как же я люблю ГГ, я прям чувствую себя масоном, но в хорошем смысле, часть чего-то хорошего, приятного, сакрального ГГ, это жизнь. Спасибо большое тебе, Биг Тести. Короче, я эту новость не видел, то есть я знаю, какие там тэдисы, процентов, наверное, на 80, но не успел ее прочитать, потому что она появилась позже того, как я запилил... Во, от Ледокола. Самое... давненько этого не было. От Ледокола это наш системный любимый администратор, Ильдар, который писал, переписывал, менеджерит, администрирует стриминговый сервис и все, что с ним связано. Там микросервисы разные, ретрансляционные системы, записи, кодеры, ну, на нем как бы полсотни серваков. Каждый месяц-другой мы проводим трансляции под названием «Меняемся к лучшему», на которых рассказываем, что было сделано правильно, все Витя написал. От новых. Новый congestion control на H-серверах, ну, знаете, здесь как бы просто на 5% пользователей, которые поймут, что такое. Должно улучшить качество доставки, особенно в стабильных сетях. Фикс рестримов на Trovo. Кстати, мы сделали новые рестримы и добавили сравнительно недавно Trovo в рестримы. Рестримы у нас бесплатные, в отличие там от рестрим и О, мы не в политику, мы никого не блокируем, мы всем ранды, welcome. У нас нет эксклюзивности, поэтому мы в том числе по нашей концепции, что стримеру нужна аудитория, продолжаем саппортить, развивать рестримы. Рестримы работают в ВК, ОК, Ютуб, Trovo, Vast, Twitch. Тесная интеграция сделана с Twitch и Trovo, насколько я помню. Да. Хотя, может быть, кстати, и с ВК тоже. Фикс проблемы рестримов и низкой задержки Origin 6. Совсем недавно репортили то ли вчера, то ли позавчера баг. Так, обновление кэширующих серверов, интеграция CDN, это наш партнерский CDN, который прикроет нас на случай, если Twitch внезапно рубанут и мы не справимся с объемами. Но пока мы справляемся с объемами, ничего страшного. Новый балансировщик со автоматическим включением CDN. Это, видимо, да, в зависимости от, будет посылать часть пользователей и раздавать трафик не по нашим сетям, а через партнерскую сеть доставки трафика. Увеличение capacity. Capacity, oh my god, это емкость. Балансировщик edge-серверов, количество одновременных коннектов. Фикс отсутствия превью при обновлении превью. Ага, вот так вот. Отдельно от современного. Смотрите, современный это тоже. У нас фактически команда как в зоопарке. То есть у нас есть люди безумные, есть бобры, есть люди, которые учились на авиационного сварщика и рисуют смайлы уже который год. Вот современный, он такой. Обновлены форумные иконки. Может быть для кого-то незаметно, что у нас есть форум, но там обновились иконочки причесаны. Добавлено аватарное разнообразие. Теперь у всех обладателей стандартного аватара. А стандартный аватар, помните, это кубок, который с 2008 года, а что далеко ходит, вы заходите в профиль и у вас вот ачивочка. Вот это вот наш синий-золотой кубок. Это вот наш логотип старый, вот это логотип старый-новый. Вот, мы же не сразу к Goodgame пришли. Блин, не вернуться назад. Можно вернуться, пожалуйста? Ага, спасибо. Вот. И самые разные вариации этого самого кубка для того, чтобы в том же самом плюсе, когда заходите, здесь были аватарочки. Аватарочки, кстати, здесь у стареньких как будто... Нет, что-то поменялось. Да, поменялись, поменялись. Чтобы было больше разнообразия. И в целом для новых пользователей этот старенький кубок, он давно не менялся. А у Савелия все равно, ну, как бы ему надо рисовать что-то. Вот, и он рисует, его не сдержать. На разную игровую тематику, насколько я понимаю. Протасы узнаются, Диабло узнается, Варкрафт, наверное, Торки, хрен его знает. Это эльфийский точно вот с сердечки пони, хрен его знает, вам виднее. Это что-то знакомое. Ну, в общем, больше аватарок дефолтных разных. Если что, если вы хотите какую-то специальную аватарку, то, пожалуйста, вырезайте и ставьте все в профиль. Новости редакции. Да, у нас, оказывается, еще новости есть. Вот, о новостях, наверное, поговорим, потому что их внешний вид тоже дико изменился. Но забегаю вперед, скажу, что по новостям будут еще фиксы по внешнему виду. Но в целом мы не будем тратить много времени на дальнейшее изменение внешнего вида новостей. Во-первых, они достаточно функциональны и, во-вторых, это направление по сравнению со стриминговым и турнирным не такое приоритетное, к сожалению. Вот, поэтому тоже об этом сегодня, наверное, расскажем. О том, что будет постепенно происходить дальнейшая трансформация гудгейма из такого соляночного сайта в четкого стриминговую и турнирную платформы. «Пристально следим за чемпионатом России по киберспорту». Да, здрасте, пожалуйста. Уже определились финалисты, кстати, там Мэндл ВК, кто-то еще, Милки Кау, Youngstar. Короче, будет в Белгороде внезапно чемпионат России по киберспорту. Вот, будет уже в середине этого месяца, вход бесплатный. Мы там будем, будем делать фоточки, будем делать видеоинтервью, буду комментировать StarCraft. Поэтому, если хотите, приезжайте в Белгород. Да, это не самое, конечно, спокойное сейчас место. Но арена хорошая, продакшн будет рухабовский. То есть и стрим будет хороший, и зрительских мест живых тысяч пять, наверное. Проводит это все Федерация компьютерного спорта России. Делаешь в Альмонт, там бригада вся. И, ну, хороший призовой фонд, несколько дисциплин. Жалко, что уже не вписаться в Clash Royale. Но в целом, в целом, прийти посмотреть бесплатно никто не запрещает. Даже дотка будет. Хотя, возможно, для кого-то это даже минус. Вот, но обратите внимание, что вход будет свободным, но билеты нужно приобрести. И там приобрести бесплатно такая процедура, видимо, для того, чтобы вы зафиксировали места. Лояр, здравствуй. Привет. Короче, мы там будем, и будет трансляция на Goodgame, и будет трансляция. Будет, скорее всего, отдельная новость с галереей. И как раз, видите, в новостях... Ой, как много всего у нас на МКЛ проскроил и конца не увидел. Пишем рецензии на игровые новинки. Например, Ракис для одного. Обзор стратегии, да, там Дюна появилась. У нее 7,5 приблизительно оценочки. Ранний доступ будет. И Overwatch понятненько. Это можно взять, скопировать ярлык на рабочем столе, и Overwatch поставить двоечку, и все, и ничего не изменится. Освещаем крупные ивенты по самым разным дисциплинам. Итоги RWF. История гонок в WoW. NFC. Крупнейший ивент по Age of Empires. World Team League по StarCraft 2. С командой Goodgame Gaming. Вообще не знаю. Вот, ну, конечно, традиционные мои любимые, на самом деле, рубрики. Good Cosplay. На самом деле, на первом месте Good Emotions. Good Meme Good Emotions. Каждую пятницу тоже выходит. И, ну, что объяснять. Заходите в Good Meme Good Emotions и смотрите первые две картинки. Вот. Почему Junior разработчик? К чему это слепое калькирование Запада, когда есть замечательное русское слово «щегол»? Я не мог пройти мимо этого. И традиционные шутки по поводу белой версии сайта. Ну, там много разных мемов. Скролите. Что-то улыбает, что-то не очень. В общем, на вкус и цвет. С обновлением новостей подстава произошла. Сломали мне парсеров телегу. Мы не специально, Хомякин. Race to World First. А, понял. Ну, вот эти новости я не читал. Хурс говорит. Михаил, привет. Только приселился к стриму, все пропустил. Услышал, будет реставрироваться в Good Game. Получается связать с некоторыми гайдами для стримеров. Они уже актуализировались, кстати. А Мишган, наш замечательный Лонлич, Михаил Оренкин, он занимается не только саппортом, но сейчас подключился еще в большое количество процессов. У него отличный английский. Он хорошо пишет, хорошо вычитывает тексты. Если помните Лонлича, он раньше на старом ProPlay редактором был. Вот. И он в том числе подпереписывает помощь. Актуализирует, меняет тексты, удаляет ненужные вещи. Ну, там что-то неактуальное реально уже было. Вот. Если у вас есть какие-то фактические замечания к хелпу, что вы не можете найти, и он, кстати, просил, то в комментариях просто напишите, что вам не хватает. Каких разделов, может быть, какой информации. Но вот все вот эти вот темы, как начать стримить здесь, видите, уже свеженькие скрины. Оно должно быть актуально. Помощь есть. Помощь придет. Давайте вопросы и комментарии традиционно пишите вот то, что вы в чате пишите в комменты к новости, чтобы мы не потеряли. Потому что традиционно в первой части мы рассказываем быстренько о том, что сделали в такой экшеновской форме. Потом переходим к вашим замечаниям и вопросам. И чтобы оно не в чате было, а не потерялось, заходите просто в эту новость, вот в эту новость. И внизу комментарии, их оставляете. Все прекрасно, когда смейл пеплобоем. Вот тоже есть заказ современный. Так. Рекомендуем к прочтению. Это от редакции. Самый первый, вечно второй. Карьера. Мемы. Безумные танцы. Йелл. Зал славы. Главный. Хоман Скай. Да, там такой массивный материал. По второму Старкрафту, видимо, Мару по-прежнему будет обращаться к Бьёну за советом. Но поступать буду ровно наоборот. Граби Хэппи показывает такой уровень игры, которого мы ранее не видели. Но величайший варкрафтер всех времен это Мун и Лилин. Полностью поддерживают. Так. По поводу изменений на главной странице, друзья. Это главным образом о новостях. Мы продолжаем, пишет Виктор, работать над новой версией новостей на главной странице, которую не так давно выкатили. Мы внимательно читаем весь фидбэк. Там такой фидбэк на полторы сотни постов на форуме, капец, где полощадь по полной программе. Обсуждаем и вносим изменения. Чего стоит ждать от новых версий. Будет добавлен особый компактный блок с новостями и горячими темами для тех, кто не любит много скрулить. Его, кстати, можно уже на тестовой версии сайта посмотреть. Будет представлен более компактный вид для событий. Они же турнированы. Ксерослав Кспери подписан 114 месяцев. Что за МКЛ? МКЛ — это очень редкая трансляция. Она происходит раз в месяц или раз в два месяца. Это что-то вроде чейнджлога по сайту. Представь, что сайт — это игра или продукт. Неважно. И мы вместо того, чтобы выкатывать чейнджлог в текстовом виде, делаем его более интерактивным, более привычным стриминговом формате. То есть я рассказываю, показываю, что можно рассказать, что можно показать. Ну и потом собираем фидбэк. Называется МКЛ. Будет представлен более компактный вид для событий. Уже они же турниры в ленте новостей. Новости будут занимать больше места по горизонтали и будут более отцентрованы. Более отцентрованы. Видимо, речь идет о том, что от анонсов мы, скорее всего, избавимся справа от этого блока полумертвого. Ну, он автоматически наполняется, но он особо не нужен. А. Анонсы стримов переедут в ближайшем будущем к самим стримам. Это понятно. А, да, даже так? Стоп. Анонсы стримов переедут... Я только вчера или сегодня даже с Вит... Нет, вчера с Витей общался по поводу трансформации главной, и у него уже все, пошел процесс. Причем я не говорил о решении. Я проблематику обозначил. Фильтр новостей вернется. Донаты в новости будут ображаться вместе с комментариями. А. Ё-моё. Ну, вообще, он безумен. Так, видите, если у тебя есть что добавить или рассказать, или показать, помни, что ты можешь в любой момент в этот... в Дискорд, и все. Просто маякни мне, и... А я пока зайду, наверное, просто. Или просто заходи в Дискорд. Сейчас. О, Хелка, здравствуй. Мы тут с сайтом занимаемся. Ну, пытаемся. Ну, пытаемся. Старик. Зачем с тобой это обсуждать? Витя с Абвером это обсуждает, да. Спасибо, в общем, за фидбэк по новостям. Не забывайте поддерживать авторов копеечки. Через кнопку доната есть такой способ монетизации. Спасибо вам большое за это. Что нового в новостях? Клик по тегу игры в новости теперь корректно выдает другие новости по этой игре. Исправлена кривая верстка внутри спойлера новости. Так, приложение на Android. Вышли, похоже, обновления для АПК-версий. Уведомления о наличии новой версии. Пока зарелиз новости с гитхаба в окне что нового после обновления. Автозакрытие окон доната премиум при успешном платеже. Да, кстати, через АПК-шку можно донатить и покупать прямо. Ну, потому что мы выпилили из обычной версии по андроидовским причинам. Ну, в смысле, по Google Play-маркетовским причинам. Обновление смайлов после успешной оплаты премиума. В общем, качайте, ставьте, все бесплатно. Да, там есть донаты, подписки. Это особая версия приложения. То есть вы можете поставить через встроенную штуку, а можете АПК-шку скачать. И тогда у вас будет более полнофункциональная версия. Обновление для Google Play и AppGallery. Увеличено количество любимых смайлов. Разрешен режим только чат в ландшафтном режиме. О, Windows для стримеров. Вот он, а дальше Миша расскажет. Так, да, друзья, у нас на Goodgame, вы же знаете, это сайт, который делался людьми, которые учились постепенно. Но благодаря тому, что текущих у нас почти нет, и что мы растем и повышаем квалификацию, ну, удается что-то с точки зрения продукта делать. Но у нас исторически никогда не было никакой рекламы, никогда не было маркетолога. То есть мы не занимались привлечением пользователей, и видите, к чему это. Ну, не совсем из-за этого, но в том числе и из-за этого. Поэтому мы... Там несколько направлений. Сегодня, наверное, о парочке расскажу. О, лайк-партнерка еще? Да ладно! Так, и, кстати, здесь еще нет партнерки для сайтов. Но, наверное, не стоит раньше времени рассказывать, да? Так, короче. Landos. Что Landos? Landos — это страничка, которая предназначена для левых пользователей рассказать, что такое Goodgame, и почему, и какие у него преимущества. Вот, поэтому он сделан в таком более-менее нейтральном стиле, без почти локальных мемов, только в самом конце наши любимые смайлики. Вот, и на эту страничку мы будем отправлять тех людей, которые не знакомы с матчастью, которые не знакомы с Goodgame. То есть, там, возможно, какие-то рассылочки на тематические группы стримеров, возможно, публикации в стриминговых там пабликах или в Telegram-каналах. Короче, эта страничка нужна нам была просто для того, чтобы отправлять нового пользователя, нового стримера на страницу и рассказывать, кто мы, что мы и почему у нас хорошо. Вот, что мы есть рестримилка, что хорошие там у нас правила, что разрешаем то-то, сё-то, пятое-десятое, что у нас есть то... Ну, короче, многие просто не знают, что есть Goodgame, и вот. Да, остались вопросы, пишите, звоните. Тут даже телега моя тут родная. Что это за лысый мужик? Поставили бы пуха. Да я тоже топил за эти самые. Это не... Но если ты понимаешь, для кого это делается страница, тебе нужно максимально универсальным языком говорить. Крис, подчеркивание, Ксента поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, почему лендос белый. А? 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 Ну, лендос белый, а футер-то чёрный, тёмный. И мы остаёмся верны. Короче, если серьёзно, локальные мемы, которые характерны для каких-то там сообществ, и если ты их не понимаешь сходу, они могут быть стоп-фактором. То есть они заставят старичков улыбнуться, но у непосвящённых вызовут недоумение, которое нам не нужно. Нам нужны универсальные какие-то сигналы, простые образы и понятные слова. Поэтому могли бы и Пептара поставить лицо, достойно представлять гудгейм. Пептар красавчик. Так, лайк-партнёрка. Лайк-партнёрка. Вот это интересная тема, потому что, во-первых, как вы наверняка заметили, и я сегодня это заметил в очередной раз по заявкам, у нас хоть аудитория и не подросла особо на 15% по сравнению с прошлым месяцем. Но, во-первых, возрос инком, видимо, потому что люди начали перераспределять ресурсы и тратить больше. Хотя, как бы, надо ещё про киви сказать, не забыть. Нужен ли вам киви? Простой вопрос. Плюсик в чат, если нужен. Типа как альтернативный способ поддержки, если вы находитесь за территорией России. Потому что нас, в общем-то, только договор с ними и интеграция, точнее временную интеграцию отделяет от реализации. В чатике просто можно плюс-минус. Плюс, но я не понял, о чём речь. Тогда лучше не писать. Ну, киви — это такая достаточно универсальная платёжка, которая, в общем-то, работает по... Плюс-минус, говорит Халк. Хомякин говорит, мне, как работающему в киви, нужен киви. Ангажирован. Вот. Пока что как-то не густо, да? Донат САПК-версии. МР подчёркивание, дафы поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Донат САПК-версии. Спасибо большое. Вечер бобры градуса равно градусу. О, зомбиси-то. Это зомбис, видимо. Хорошо. То есть мало. Предложение в комментариях. Хорошо. А количество стримеров, короче, я по заявкам посмотрел. Реально по... Несколько десятков даже новых стримеров, которые вывели средства в этом месяце. Я их ни разу не видел. Ну, короче, мы решили лай-партнёрку добавить. Тем более, что давно они говорили. И не так много надо было доделать для того, чтобы её релизнуть. Короче, мы добавили для тестирования ещё одну градацию для стримеров, которые хотят стримить на ГГ и развивать свой комьюнити. Суть короткая. Обладателем лай-партнёрки может стать любой стример без какой-либо партнёрки автоматически. То есть автоматически оно выдаётся. Когда закроет ветку, прямой эфир в трофеях и достижениях. Давайте вспомним, что у нас есть, оказывается, ещё ачивки. И что мы хотели как раз ачивки по KPI привязывать к выдаче партнёрок. То есть вот для стримера это выглядит вот так вот. Это вот ветка по сайту, ветка по зрителю, поддержки премиум-донат и стримерская ветка. Лай-партнёрка будет выдаваться за что? За основой стриминга или за прямой эфир? Кажется, за основой стриминга даже. Нет, прямой эфир. Потому что основой стриминга — это просто запустить первый раз, изменить название, получить сообщение от зрителя. Ретрансляция. Короче, это за 10 минут получается. А вот партнёрочка — это уже там 5 зрителей. Постримить 7 дней, набрать 50 фолловеров — это уже такой следующий шаг для стримера. И помните, у нас в ачивках же выдаём, мы их довольно быстро выкатили. Они, конечно, классно зашли. Они там бустанули очень хорошо всё фактически. Количество просмотров, все целевые действия, которые нужны. Но мы не успели доделать. И мы выдавали вот эти вот призы за закрытие ветки у стримера универсальные. То есть те же самые подписки на GG+. В идеале мы хотели сделать так, что ветка стриминговая фактически приводила человека к партнёркам разного тира. То есть вот он закрыл одну, получил лайт, закрыл вторую, получил премиум, закрыл третью, получил нулёвку. Как-то так. То есть и там условия в последнем тире — это там держаться в топ-5. То есть концептуально эта штука, во-первых, похожа на твичовскую, но здесь ещё игровая тематика такая, виртуальные предметы, количество экспы, комнаты, которые можно оформить. Ну и бонусы, конечно, выдающаяся затир. Вот. Но только сейчас мы вернулись к этой теме лайт-партнёрки, которая будет, повторюсь, выдаваться автоматически для стримеров, которые закрыли ветку в прямой эфир. Пять зрителей набрал, создал голосовалку в чате, назначил помощника, 50 фолловеров, 7 дней — это вот самые сложные, наверное, штуки. 8 часов отстримил, познакомился ещё с рандомайзером в чатике, так, до кучи. Ну то есть совмещаем приятное с полезным, обучаем стримера тем фичам, которые есть на сайте, которых скопилось довольно большое количество, мотивируем его выполнять вот эти вот целевые действия и выдаём партнёрку. Что даёт партнёрка? Естественно, мы смотрели на компаньонку твичовскую. Витя смотрел, потому что он на твиче работает. Лайт-партнёр может продавать подписки на свой канал, загружать личные смайлы, бейджи лояльностью. Ну, видимо, это иконки перед... Да, тут другой процент с продаж подписок. То есть премиум у нас — это 75%. Доход с продажи подписок — 50%. Но это всё равно, особенно после изменений, которые сделает твич, когда даже у партнёров топовых будет 50%, а не там сколько? 70%. Да, и лайт-партнёрка без транскодинга в плейе, потому что, по сути, вот это самое затратное с точки зрения ресурсов штука. То есть переключалки по качеству не будет у этих людей. То есть их будет много, этих каналов с лайт-партнёркой, но без переключалки. Потому что фактически переключалка — это затраты и единовременные, и ежемесячные. Мы благодаря тому, что рисовали, моделировали гудгейм благодаря диалогу с первым стратегическим партнёром, вот как раз несколько месяцев назад, посчитали косты, посчитали, сколько стоит нам зрителя содержать, сколько стримера содержать, сколько стримера обычного, сколько стримера с партнёркой. И есть понимание того, сколько нужно, сколько он должен приносить для того, чтобы перейти в следующий тир, так скажем. Вот. Партнёрка лайтовская на данный момент, насколько я понимаю, ещё не выдаётся автоматически, Витя, если можешь, мне поправь, пожалуйста. То есть я знаю, что мы её можем ручками пока менять в настройках канала, но... А может, успели уже сделать? Нужно ещё упростить переход к ачивкам стримеров для новых стримеров. Короче, упрощать для новых, делать всё проще. Пару стримов новых смотрел, разговоры были о том, что непонятно, что и как. Да, да. Это в том числе из-за того, что у нас довольно большое количество легоси, большое количество нетематических вещей, запрятанные сравнительно хелп, запрятанные стримки. То есть входить действительно сложновато. Пока не знаю, Паша занят. Ну окей. То есть у нас есть опция сейчас уже выдавать лайт-партнёрку вручками, но, скорее всего, мы этого делать не будем. Просто там через день-два, ну как Паша вернётся, может, понедельник, кстати, по закрытию этой ветки для стримеров будут выдаваться лайт-партнёрки. Да, и теперь смотрите ещё какая тема. Градация. Нет партнёрки, лайт-партнёрка, премиум-партнёрка. Теперь если у вас был премиум и у вас его убирают, ну такое бывает, потому что если вы из топа уходите, то у нас ограниченное количество ресурсов, мы забираем премиум-партнёрку. Вы будете, у вас останутся все иконки, все смайлики загруженные. То есть и возможность это всё менеджерить, насколько я понимаю. То есть фактически, когда вы теряете премиум-статус на гудгейме, то у вас меняются две вещи. У вас с 75 ревень ю-шир переходит в 50%, но у вас продолжается, ну есть возможность подписки это самое продавать. Донат есть и даже на обычных каналах. И уходит транскодинг. По сути меняются вот эти вот две вещи. А будут особые условия стримы по православным дисциплинам. Там 120 партнёрка за стриму фошечки, 20 за джаз-чаттинг. Не-не, мы не будем дискриминировать. Это же влезание в чужую вотчину. Мы не должны рассказывать стримерам, какой контент делать, и не должны рассказывать зрителям, какой контент смотреть. Если он находится в правовом поле Российской Федерации, пожалуйста, стримьте, смотрите, что хочет. И на этом сделан акцент на лендосе в том числе. То есть мы как бы максимально дистанцируемся. Что такое транскодинг? Процесс обработки видео в реальном времени. Преобразование видеопотока в несколько качеств. Там 720, 480. Но при этом ДОТа никогда на ГГ не будет. Ну вот так мы же растём, меняемся, правильно? Есть ДОТа на ГГ? ДОТа на ГГ? Твёрдо и чётко. Твёрдо и чётко. Вот здесь, конечно, ещё нет информации о успехах, так скажем, нашего маркетолога Валентина. Судя по всему, у нас будет партнёрка с сетью компьютерных клубов Колизею, который является крупнейшей в России. И турниры, которые они проводят на регулярной основе. Мы там доделаем немножечко турнирный модуль под КС и там под сервера. Но порядка сотни клубов с хорошей посещалкой, так скажем. И большое количество турниров пополнит раздел турниры. Там реально хороший объём идёт по дисциплинам. Ну и плюс тематическая аудитория. А также мы наделываем сейчас ещё внутри сайта специальную админку, которая является следующим шагом партнёрской программы с игровыми сайтами, о которой я рассказывал вскользь в прошлый раз. Но суть заключается в том, что если вы являетесь администратом какого-то тематического игрового сайта, то у вас будет возможность вставить код плеера у себя на сайте. Ну не просто вставить, но при этом ещё и зарабатывать на рекламных показах, которые будут на этой трансляции отображаться именно в конкретном плеере, который вы поставили. И на подписках, и на донатах. Фактически мы делаем такую, ну как Twiggle, если слышали, да, довольно древняя от партнёра этого Gazpromedia Digital. Вроде как это рекламная сетка, но с контентом. То есть мы предоставляем бесплатный контент и даём ещё хорошую заполняемость там по видеопоказам, дополнительные источники монетизации типа подписок и донатов. То есть мастера могут получить тематический контент, они даже могут выбрать, стримы по какой игре отображать или какого жанра стримы. Это есть уже в админочке. Вот. И это решает, это как раз инициатива и идея инициативы нашего замечательного маркетолога. Эта штука решает много задач. Во-первых, увеличивает охват. Стримерам будет приятно, что их смотрит тематическая аудитория. Нам это тоже, естественно, выгодно, потому что цифры будут расти. Мы подключили один только сайт, и там все равно он уже в топе по этим, по источникам аудиторным. То есть стримерам приятно, что их смотрит аудитория тематическая. Площадки начинают зарабатывать дополнительно, потому что им не просто рекламу показывают, там какую-то преролл размещают, но и вместе с контентом. И, ну, короче, вин-вин-вин. Все довольны. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Что еще, что еще, что еще? Наверняка что-то забыл. У нас еще идет параллельно процессы по тому, что делать глобально, потому что из-за, ну, месяцев 7-8 назад у нас вообще не было, ну, у меня, в частности, не было нормального кругозора относительно происходящего вокруг. И мы думали запартнериться сначала с одной крупной компанией, потом произошли известные события, но уже получили какую-то экспертизу, там проверки, всякие там реструктуризацию, начали уже думать, как масштабироваться, модель построили, соответственно, писали то, что у нас сейчас есть. Потом выяснилось, что вопрос блокировки Твича это вопрос времени, а не заблокируют или нет. И, соответственно, активизировались товарищи, появился, собственно, Троуни случайно с Unlim фактически ресурсами от Transcend, возобновилось финансирование ВАЗда, которое вбухано по разным оценкам от 7 до 9 сотен миллионов рублей, за которым состоит МТС. И, соответственно, нам нужно думать, что будет там через год, через полгода, через год, через три. Вот. И у нас есть несколько вариантов развития событий. Первое – это консервативный. Мы занимаемся тем, чем мы занимались. Просто продолжаем работать с нашей замечательной командой. Скорее всего, мы отъедим какую-то долю рынка после того, как произойдут… Ну, мы все равно не сможем схендлить, ну, выдержать Твич. По правде сказать, сейчас никто не сможет, кроме, наверное, ВК, чисто технически, потому что у Твича каждый вечер 1,2-1,3 терабита в секунду раздача трафика. Это довольно большие объемы. Емкость среднего CDN – это 500-600 гигабит в секунду. Вот. То есть, второй вариант – это получить какие-то разовые средства у венчуров, у российских. И забегая вперед, скажу, что мы пока двигаемся по этому пути. Уже есть предварительное соглашение, хорошая оценка и средства, которые мы не потеряем контроль, но получим средства для того, чтобы развиваться дальше. Но все равно есть еще и третий вариант, это запартнериться с каким-нибудь стратегическим. Потому что, ну, мы можем, конечно, продолжать действовать так, как действуем, но когда у вас на рынке появляется, например, тот же самый Transcend или МТС, они же могут еще один миллиард вложить в ближайшие там 2-3 года в площадку. Ну, короче, если есть на рынке там пара игроков, у которого количество ресурсов в даже не десятки, а в сотни раз больше, понятное дело, что мы так и останемся нишевым. Вот, с одной стороны, очень хорошо, что у нас появились данные о том, что есть варианты, есть какие-то о происходящем вокруг, вот, потому что там поездки, встречи, работы, там всякие презентации, питчи, и опять же бизнес-планы. с другой стороны, мы сейчас на таком перепуте находимся, потому что куда пойти, куда пойти, что делать. Вот, ну, это так, просто делюсь, потому что я знаю, что у нас среди слушателей и разные люди есть, может, кто экспертным советом поможет, потому что все венчурные истории, например, нам тоже очень помог, фактически заставил сделать маркетолог наш Валентин. Вот, без него бы мы даже не сунулись в эту тему. А, мы еще работаем, кстати, по поводу Межган делать заявку в, соответственно, Airfreed, вот это вот, там же тоже система изменилась, и мы пару заявок еще подали на Ире, две новенькие, и результаты будут в этом месяце. Тоже, возможно, что-то будет получиться. Короче, сильно активизировались, но все равно мы находимся сейчас в системе, когда у нас ограниченное количество ресурсов, то есть у нас работает человек 10 на постоянной основе. Они молодцы, они работают за 20, АТО и за 30, вот, но, но есть понимание, что сейчас такое время, когда, когда надо действовать особенно активно. Поэтому давайте перейдем к комментариям, ждем момент, когда ГГВ купит ВК. Это один из сценариев, это один из сценариев, но у ВК отдельная история, на самом деле. ВК, помните, этот ВК-плей появился. На самом деле он не случайный, это старый Майгеймс, они просто, у них очень много разных бизнес-юнитов, у них там есть и много разных проектов внутри. У них есть Донейшн Алертс, да, который уже 4 года как мейлрушный, ну, ВК-шный. У них есть Бусти, как бы вот эти вот два актива, они находятся там в одном бизнес-юните. У них есть единое видео, которое они недавно презентовали, ну, несколько месяцев назад, зная, что будет изоляцией, ну, они очень близко находятся к информации. Единое видео это то, что там объединяет все видео там и в Одноклассниках, и в ВКонтакте, и там, короче, во всех их сервисах, мейлрушных, ВК-шных, нацеленных на видео. То есть, у них есть вот стриминг ВК. У них есть Майгеймс, старый, который ребрендили в ВК-плей, и там есть облачный гейминг. То есть, и внутри компании многие не знают вообще, что делать, как взаимодействовать. То есть, во что это можно слепить. И вот ВК-плей и вот эти вот закупленные стримы, где были цифры одни на главной странице, а в плеере другие, прекрасная иллюстрация того, что они сами экспериментируют и думают, что делать. Мы с ВК общаемся тоже, да, и но сложно, но сложно. Короче, зато не скучно, зато интересно. Михаил досмотрел ФФА ТР как вовремя, рехтар. Я просто в экстазе от финальной игры, в частности, от концовки. ТГВ, Джонни, топ, ДВ не очень, сорян, зов топ. Да, мне кажется, надо все-таки делать более плавное распределение призовых в ФФА на топ-3, по крайней мере. Вот, короче, непонятно. Ох, отличный голубь. Новый Ау, поставил на халяву. Да, велкам, они же простые. ГГПлюс нужно с возможностью Уэйстрит, говорит, покупать на 3, 6, 12 месяцев, бунтуем против подписочных моделей. Так они же вообще с 49 рублей начинаются. То есть, мы же специально перешли на рекуррентные платежи на подписочную модель, но сильно скинули стоимость. То есть, добавили функции и скинули стоимость. Скорее всего, эта штука не поменяется. Ой, это лодоч, здравствуй. А, да, что это новость? А, ой, но же еще ченджлог, капец. В ченджлоге, как правило, все. Исправлена дата в почтовых рассылках. Исправлена, кстати, мне опять письма начали приходить на Яндекс, не знаю, как это работает. Исправлена работа ачивок первые шаги, что такое стримы, мир, да ладно, мир не без добрых людей. Плюс один, держу в курсе, сами мы не местные. Инпут, заголовка при редактировании клипа теперь растягивается, на все в свободное место растягивается. Исправлено множество мелких визуальных багов на странице клипа. Скрыты, неработающие способы оплаты из окон доната. Да, там минус PayPal, но даже несмотря на минус, все равно плюс. И покупки премиума сразу, как только говорю о профите, сразу должен благодарить всех, кто причастен. Подписывается, поддерживает стримеров, поддерживает турниры, потому что вся фактически модель и то, что мы без какого-то, без какой-то компании за спиной все еще живы и не просто живы, еще стараемся развиваться, это только благодаря вам. Ты же говорил, что с Mail.ru вы дело иметь не хотели, раньше та история общения с ним или я ошибся. Было несколько инсайдов, то есть нам товарищи внутри компании не рекомендовали работать, потому что, но с другой стороны, мы там познакомились с товарищем в одном отделе, ну, который как раз курирует Donation Alerts и Boosty. И вот, наверняка многие из вас не знали, да, что Donation Alerts был продан там года 4-5 лет назад Mail.ru. Ну, честно, кто об этом знал? Изначально там был российский разработчик, он там фактически один всю лямку тянул, миллионов за 50-60 продал, насколько я помню, проект. Они даже по-тихому старались не упоминать Mail.ru, не афишировать никак сделку, потому что боялись реакции аудитории. Ну и как пострадал продукт, скажите мне? Donation Alerts сейчас держит 90% рынка. У них 90% рынка донатов, ну, имеется в виду там, СНГшных, российских. А, мы знаем, как поддержка пристала отвечать, такое узнали. А, ясно. Да. Поэтому, ну и там не лезли вроде в продукт. Вроде нормально все. Ты знал ли, что этот Хаббер одному рейден принадлежал Миролу? Не-не-не-не-нет. Я вообще, вообще мимо этой всей темы. Я сижу в Warcraft стриме, понимаете? И вот тут нелегкая дернула выйти на это самое, оглядеться по сторонам. Очень много интересного сразу стало известно. Надо GGLert сделать. Donation Donalert меня банило три раза, думая, что я мошенник. Так ты же мошенник. Ладно. Куда идем? В какое направление стримить? Направление любое. Это же вопрос творческого подхода и ваших интересов. Какая разница? Стримьте, что хотите. Надевайте купальник, прыг в бассейн, если нравится. Короче, едем дальше. Исправлено множество мелких визуальных комментарий сразу в комментарии к новости, друзья. Токсичный бренд, разумеется, они в ВК хотели переновывать. Да, 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 потому что, потому что. Скрытые неработающие способы оплаты внесены правки для мобильной версии сайта в новостях, комментариях на странице плюса. Офигеть. Да, работает верстальщик. Молодец. Уже поднаторел. Исправлено отображение маркированных списков в разделах помощи. Выровнен ник по вертикали в главном меню, чтобы был в уровень с другими элементами. Кто там из перфекционистов? Я даже не заметил. Добавили логи для отслеживания ошибок с автовыплатами в турнирном модуле. Иногда не срабатывали. Да, типа не закрывался или не начисляли средства, но там-то проще на самом деле, потому что у победителей всегда есть контакт в виде организатора турнира и все, там не потеряется. Снова корректно выдается плюс за открытие веток. Спасибо большое. Исправлена ошибка, которая выдавала отчетки 4 при попытке зайти на страницу трофеев и достижений. Исправлена ошибка, которая не позволяла сгенерировать сетку в турнирах. Кстати, пришел отчет гугловский и это, видите, больше интересно будет. Страничка с генерацией сетки, она типа в топ-10 по популярности в гугле. В рестриме и профиль добавлена иконка Троуа. Галка спорный контент теперь называется скрыть канал. Обновлен интерфейс вывода средств. Я даже не в курсе. Если стример включил русский ник, то обращения в чате к нему по этому нику должны подсвечиваться. И озвучка подаренных премов теперь корректно озвучивается в чате. Исправлена неработающая кнопка пошуметь в чате. Исправлена ошибка, которая не позволяла оставить платный комментарий на странице плюсы. Теперь ссылки на рестримы, содержащие символ слэш в конце корректно работают. Да, были жалобы, что типа ну какой-то стриминговой службы в конце слэш. То ли у ВК, то ли еще у кого-то. Типа лишний слэш. Обновлено пользовательское соглашение на русском и английских языках. А, все ради гугла. Я не помню инициативу с нашей стороны. Обновлен интерфейс мбитплеера. Работа продолжается. Попкупка премиум снова доступна по отдельной ссылке. Подключение к Ютубу скрыто из настроек стрима по причине потери актуальности. Да. Ага. Это старенькое. Вообще, у нас когда-то был экспорт записи на Ютуб через сайт. Короче, молодцы, товарищи. Спасибо всем причастным, кто занимается развитием сайта. Переходим к комментариям. Хотелось бы, чтобы уже появилась функция автоматического старта трансляции. Вить, помнишь, я тебя в середине недели скидывал? Ну, типа, если человек находится на страничке, там, либо у него анонс, либо он просто ждет, чтобы у него плеер подрубался сам. Ты еще искал задачу это, надо не забыть ее. А еще можно включить, спасибо, Витя, еще можно включать донаты за выполненные челленджи прогресс АЧВ канала. А так и задумывалось, на самом деле, мы только сегодня на планерке обсуждали типа репорт баг, что у пользователя не включилось, ну, челленджи не включены в статусы. То есть, мы изначально рассматривали челленджи как отложенный донат со всеми вытекающими последствиями. То есть, если человек создает челлендж и челлендж закрывается, то есть, средства переводятся стримеру, то пользователи должны выдаваться плюшки донатерские. И даже это где-то прописали, кажется. Вот. Но сегодня выяснилось, что, возможно, это не реализовано. Такое бывает. Такое бывает. Когда YouTube заблокируют, где будет запись стримов Михаила? Без понятия. Рутуб, ВК. Но YouTube пойдет, если пойдет то же самое последнее. Потому что аналогов, ну, ручная модерация на Рутубе. Я не знаю, она еще актуальна или нет, но это просто 20 век какой-то. С их-то ресурсами. Мист Ворер говорит, Багус Смайлом уже три года. Ну, ты бы, не знаю, подписался, засаппортил бы. Мы бы взяли дополнительного разработчика уже за это время. Даже если бы ты подписался на это самое, на 49 нечастных рублей ГГ плюс за три года, представляешь, сколько это было бы? 12, 36, господи, это два часа, можно, если бакс простенький, можно было спокойно дать и выполнить, закрыть, даже не один закрыть за два часа. А ты все пеку ставишь на базу. Я же писал в FIBA. А, ты писал. А. Потом будешь рассказывать, вот, а что это Good Game не успевает за Твичом? У Твича 1800 сотрудников. У вас, да, которые говорили, что у нас очень маленькая команда, при этом, говорит, у нас всего 50 человек работает. А ты синий в чате, синий, три года. Крис подчеркивание эксента поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, ручная модерация, три часа дня для выкладывания и нет обратной связи. Мне несколько лекций заблокировали без объяснения, а потом блокнули канал. Чертовый вахтерши. Найс. Забесит и говорит, ты тоже синий. Тебя выдает русский никнейм. Спасибо тебе за подписку. Короче, если серьезно, мы всегда находимся в ограниченном количестве ресурсов. Ну, это постоянное состояние любого человека и так далее, бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, это непрерывный процесс. Но поймите, что вот это вот все делает 10 человек. Ну, с редакцией побольше. Вот. Молодцы, все время меняемся к лучшему. Стараемся. Вопрос. Приложение классное, отсутствует лаз в приложении. Возможно, пора добавить. Я бы это сразу закинул через само приложение. Мисс Эдуарьор поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, ой, все. Я Фиба писал, что готов сам подчинить этот баг. Итак, в качестве тестера помогаю. Блин, я не знал, что он тестер. подарил один премиум. Я не знал, что он тестер. Мисс Творер. Просто, просто низкий поклон. Я все не успеваю. Я вижу синего человека. Надо тестерам еще какой-то цвет или иконку. Все пристыдило. Еще 100 рублей накинуть, жри, Михаил. Денег он захотел. Сволочь. Меркантильная. Все ясно. Все прекрасно, когда смейл пеплобоя. Слушайте, а неужели больше комментариев нет? Или у меня не подгрузились комменты? Скорее всего, не подгрузились. Да, нормально все. Шам ТВ говорит, нет ли в планах вести смену ника за какую-нибудь назначительную денежку? Есть. Мы даже хотели ее выкатить, смену никнейм и эту вместе с ГГ плюсом. Но опять же, сделали, переработали ГГ плюс. Классно переработали, кстати. Обратите внимание, там можно и разово поддержать. И спасибо всем, кто поддерживает. 416 человек. Еее. Вот. И там фичей много. Там и русский ник, и там статусы, и смайлики, и... Ах. Вот. Но не сделали изменения никнейма. Потому что там какие-то вопросы были по логике, как обычно. И, как правило, если тебе не удается... Ну, знаете, в реальном времени происходит оценка сложности выполнения, той или иной задачи. Есть у тебя, грубо говоря, человек с идеей, есть человек, который понимает, как работает текущая система. И вот эти двое товарищей могут довольно точно, в зависимости от того, что необходимо сделать, вместе сказать, что и за сколько будет сделано. Вот. И когда в процессе обсуждения выясняется, что там из-за особенностей BD, какой-то логики или легаси, ну, бывает такое, что даже простая функция и даже, казалось бы, что она простая и, казалось бы, она очень нужная, типа как смена никнейма. Выясняется, что там сплэшем задевается и нужно потратить не один-два часа, а пару десятков часов. Ты смотришь на эту задачу, ты смотришь на другую задачу, эту задачу откладываешь. И так происходит постоянно, пока у тебя не появятся дополнительные ресурсы. То есть фактически у тебя есть список из того, что необходимо сделать, отсортированный субъективно по важности и сложности реализации. И все. И он проранжирован, по сути. И погнали. Поэтому русский ник мы пока еще... В смысле, изменение никнейма пока еще не сделали. Хочу новый легендарный донатерский статус с иконкой Геракла или видного римского деятеля в профиль. Блин. Я за вот эти вот штуки. Надо поощрять времяпрепровождение, связанное особенно с такой тратой средств. Я только за. Пибой говорит, я бы сменил никнейм, но только на ГГ название канала не по тематике 3D-моделирования. Да, один из консернов как раз был, что никнейм у нас меняется, а название канала не меняется. Как-то так. Это две разные сущности. Потому что сначала у нас был сайт без стриминга, а потом создавались каналы пользователей. То есть на том же самом Твиче профиля пользователя как такового нет. Есть канал, человек. Ну, есть профиль там, наверное, сейрингс какие-то там. Но вот чтобы сущность была профиль пользователя и его канал, такого нет. Так, предложение отдачи АРСС, чтобы забор... Ага, работает, оказывается. Обладание седьмым термплюса не повергает остальных чатланд в пучину зависти. Почему? Почему так? Они просто не признаются. Ну и надо покраситься тебе в какой-нибудь цвет, потому что синий все-таки... Хорошо бы клиент для... Хорошо бы. Но нет. А, и у нас же еще 13-го числа суд. Не забываем. На который я, скорее всего, не поеду. Хотя, может быть, надо у Андрея узнать, нужен я там вообще или нет. Я бы съездил просто для того, чтобы ему хелпануть. Типа морально. Хотя ему не нужна... Не нужен хелп. 300 тысяч должны вернуть наконец-то. Сколько можно? Я уже жду, не дождусь судебным приставом отдать решение суда. по какому поводу суда? Все тот же. Примерно с октября-ноября плохо работает уведомление через положение на Android. Приходит уведомление стрим начался, но не указано, у кого. При нажатии на уведомление переводят список всех стримов. Друзья, я каждый раз повторяю это на МКЛ и каждый раз буду повторять. Видимо, все, что касается приложения, у вас прямо вот в приложении есть в Android сообщить о баге в левом меню. Вы пальцем свапаете слева направо и у вас там пункт. И вы прямо оттуда пишете разработчику. Но тут говорит, что он репортил в то же время. Приблизительно до сих пор ответа так и нет. Возможно, завязано на ком-то еще. Проверим. Добавьте кнопку отзыва челленджа, который еще не принят кастером. О, это хорошая тема. То есть, если проходит какое-то время и стример не принимает челлендж, чтобы он там не висел мертвым грузом, то частично решал вопрос какое-то время на выполнение, но мы от этого тоже пока отказались. Это во второй волне доработки челленджей. Представляете, как давно были сделаны челленджи. Классная механика, работает. Но был сделан опять же MVP. Такой хороший MVP на самом деле. Потом пачка правок еще по нему. Но дополнительные функции все. Мы оставили, оно вот так вот работает. Чем дальше, тем больше убеждаюсь в принципе там типа 80% на 80 на 20, да, 80, потому что те же самые челленджи можно было бы еще туда раза три вложить столько же времени, но практика показывает, что лучше делать MVP с нашим подходом, с нашими ресурсами, смотреть, как оно работает, и потом уже итерационно возвращаться по мере необходимости в зависимости от популярности и целесообразности. Челленджи ни у кого из конкурентов нет, да. Я лично слышал, как ребята за бугорного приходили и хвалили. Ниунеус поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает, смотрю тебя с парагона. Спасибо. Это оказывается уже 6 лет. Спасибо за стримы и за ГГ. Я на 15 килограммов с того момента пополнил, представляешь? 6 лет. 6 лет 15 кг. Худой, страшный. Сейчас поплотнее, я тоже страшный. Что я хотел сказать. Челленджи реализованы в Donation Alerts, сколько я понимаю. Вот это Донат Голл. Наверняка и у Рутони тоже реализованы эта тема. Но на стриминговых сервисах, да, такой функции нет. Скажите, на каком сервисе стриминговом есть рестримы встроенные, бесплатные? Скажите, на каком стриминговом сервисе есть, ну, во-первых, такие удобные донаты, так они заинтегрированы, что прям, а, с Donation Alerts общались по этому поводу, думали об интеграции и, может, что-то из этого получится. Но там вопрос в интересе, конечно. Зачем? Ну, может, найдем вообще точки для взаимодействия. Челленджи. Челленджи тоже одна из таких фишек, которая пришла в голову, скорее всего, даже пользователям пришла в голову, запросили функционал, подумали, посмотрели, выяснили, что есть hold у альфы, что есть фича, которая прям создана для челленджей, что средства не переводятся сразу, они фиксируются на карте у человека, что, типа, они есть. Все. И там закрепление в чате, принял, отклонил, выполнил, провалил. Элементарная механика, очень хорошая. А, и где еще турнирчики есть? Прямо вот здесь вот, встроенные такие, классные, прекрасные. Короче, хороший сайт, молодцы, спасибо. Спасибо, что с нами. Но, о нас мало кто знает. Так, RSS есть, Миша, скажи, о, ну будешь иглу, Сереж, ты чего? На мобильном приложении можно залочить настройках мобильный режим, то при заходе в мобилку все время исходное качество ставит. Но вообще там должно, во-первых, понять, Сережа, нужно, что за телефон у тебя, ну базово, это Android или iOS. Мне кажется, что в Android есть запоминалка по выбранному качеству. Рестрим на Routube на будущее, возможно, будет актуально. Рестримы добавляются довольно просто, потому что на всех стриминговых сервисах вот эта вот основа на входе RTMP-шная, ну протокол, соответственно, и системы сервер-ключ, ну как бы ледокол добавляет новые сервисы ретрансляционные легко. То есть я думаю, что когда появится, когда появится, ну на Routube наверняка уже можно стримить, я уверен, что на Routube можно стримить через Customer RTMP. Уже на Goodgame ты заходишь просто на страницу канала своего, смотришь блок рестрим и добавить рестим, вставляешь... Тригон активирует приум 6 месяцев. Спасибо, Тригон. У меня двойная озвучка, потому что я на страницу канала зашел. Здесь вы пишете, блин, Routube, Routube, вставляете RTMP, URL и стримки, которые берете в настройках Routube. Делать, сохранить, и скорее всего у вас все запустится. Понятное дело, что интеграция более тесная, когда ты там, как вот с Trovo мы сделали с Twitch, когда ты фактически там отвязываешь, да? Подождите, а я могу удалить? Ага. Он сейчас исчезнет, интересно, или я не могу удалить, пока не залогинился повторно? Да. Ну, короче, смысл в том, что с этими двумя системами, потому что чаще всего рестримят на Twitch, на Trovo, уже сделана более простая интеграция, что вы там либо через профиль, либо прямо здесь прикрепляете себе этот сервис, и интеграция более тесная, потому что позволяет вам менять заголовок, не вводить уже стримки, меняющиеся там периодически, например, да? Игра тоже подтягивается, то есть вы меняете игру на Goodgame, меняете название на Goodgame, меняется на этих двух службах. Такая интеграция, конечно, более выгодная. У Миши есть ягна на Twitch? Конечно. Конечно. Конечно, есть. Так. Давайте возвращаемся к комментариям. Уже как бы есть несколько интересных задач. Спасибо, ГГ, за так, о чем вынесли на всеобщее обсуждение вопрос. Помощь о ГГ в виде работы с IT-специалистов. Несколько раз ты упоминал, что нужна помощь. Даже так не пошло, можно его развивать неприятную функциональность. Ну, смотрите, я, кажется, косячью я корничку не ответил. Он, если я правильно помню, он молодой верстальщик нубасного типа, если я ничего не путаю. Отвечу. Мы уже с большим удовольствием откликаемся на предложение помочь в той или иной сфере. Например, у нас сейчас товарищ вышел на связь, который занимается рекомендательными системами. То есть, есть там одно направление через товарища, с которым мы в Сколково познакомились. Есть еще второй, с которым Паша вроде как созвонился и выгружать ему нужные данные дал, который на факультативе просто пилит сейчас рекомендательную систему, которая очень актуальна, потому что... Ну, потому что... Ладно, давайте я еще раз это озвучу, потому что эта проблема никуда не уйдет. Она будет актуальна еще, я думаю, год-два на любой стриминговой платформе. Система какая? Если вы возьмете количество аудитории зрителей и количество стримеров, у вас внезапно получится, что на одного стримера приходится что-то вроде 10 зрителей в среднем. Вот. То есть у вас там 130 тысяч стримеров только на Твиче каждый месяц заходят. И... Нет, побольше получается. Не суть. Короче, там цифры не в сотнях, а скорее в десятке, десятках зрителей в среднем. При этом на том же самом Твиче на 130 тысяч стримеров только 7 из них процентов. 7 процентов от 130 тысяч. Это где-то 9 с небольшим тысяч. Генерят больше половины контента. И, соответственно, имеют партнерку. И есть колоссальная проблема с поиском интересного контента. А у нас контент UGC, то есть пользователь его сам делает. И часто бывает такое, что ты находишь интересный контент, интересного стримера, у которого нет зрителей, у которого один-два человека. Он там бедолага сидит и грунпует. Поэтому очень важна рекомендательная система, правильная, разноплановая, кстати, в том числе, с разными подходами и экспериментами. И я очень надеюсь, что в течение ближайшего года мы уже начнем на главной странице выдавать разные подборки по разным, проверяя разные гипотезы. То есть мы смотрим, что вы смотрите, кто вы, какие игры, какие жанры, сколько, что по лукалайку там выдавать на то, что смотрят похожи на вас люди и так далее. Короче, задача сделать так, чтобы стример нашел свою аудиторию. Каким бы непопулярным он ни был, он может быть интересен. И зритель тоже нашел своего стримера. То есть это наши задачи как площадки. Это та задача, с которой Twitch не справляется. С этой задачей, пожалуй, только YouTube справляется. Вот. Я не знаю, насколько она реалистична, ее выполнение реалистичное, но я уверен, что для всех площадок и для вас, и для Троуа и для нас это будет самой сложной задачей в ближайший год-два. Вот. Поэтому рекомендации очень нужны. Очень. Потому что есть проблематика, есть понимание, чего нужно стримерам, есть понимание, что нужно зрителям, есть понимание, какая роль в этой всей истории площадки. Вот. Поэтому, если вы являетесь каким-то специалистом и у вас есть там part-time, или вы, например, рассматриваете смену работы, потому что я допускаю, что через 2-3 месяца мы будем опять приступать к фазе, блин, активного роста и пытаться найти специалистов. Если сложно, закиньте резюмешку на micersobakogdgame.ru. В первую очередь, мы айтишная компания, и нам нужны разработчики. Разработчики. PHP, Angular, JS. Видите, если не сложно, на Notion, да, есть ссылочку с вакансиями? Я так проскроллю, там же ничего нет у нас такого криминального, правильно? Закидывать сразу с ожиданиями ПЗБ? Да, да. Ну, сейчас мы в любом случае не потянем, но если вдруг у нас будет изменение какое-то. То есть, да, желательно сразу написать, что вы, если вы на там фулл-тайм или там вот у вас там 300к плюс, вы сразу лучше заявите. Если у вас какое-то там желание помочь и есть регулярное свободное время, то это желательно отметить. Потому что Jarby говорит, как-то уже писал такую вещь, мы бы уже много раз общались, список требуется возрасте, листать, паузить стримы. Да, но это уровень совсем другой по инвестициям. с хранением. Даже когда считали первый раз, DVR был все равно у ограниченного количества людей. Потому что хранить это все, капец. Там анлим средства нужны. Рэв говорит, коллеги, мы выйдем в финал Back to Warcraft в Foggy Happy смотреть недостойно такое масштабное событие наших глаз. Ну, вчера смотрели, там ничего нового. Я отключился на счете 5-0. Они 8 играли в Foggy 8. Так. Здесь коротко у нас вакансии. Ну, здесь просто можно будет в записи посмотреть. Давайте аккуратненько проскроллю. А, внутри каждой еще расписано? Нет. Не во всех, мягко говоря. Ну, что-то расписано. Короче, ладно. Это пока рановато, я думаю, все равно. Можно добавить email-рассылку при получении ачивки. Ты сейчас с ума сошел? Там ачивок больше ста. Мы засрем просто. Фильтры попадем. Очень многие приходят на ГГС за тебя. Можно бы записи твои сохранить хотя бы неделю. Думаю, люди будут рады. Ну, да. Мы сохраняем записи, трансляции топ-50 стримеров. А, я же не в топ-50 теперь. Меня же брали, чтобы нулевую партнерку не выдавали. Вот так вот вылезла. Кстати, раз уж о нулевой партнерке заговорили, я не делился мыслями ни с кем из команды, но поделюсь, так закину стримером. А раз уж мы тут вообще рубим, возможно, от нулевой партнерки откажемся, потому что те задачи, те ожидания, которые я возлагал, они не оправдались. То есть, те стримеры, которые находятся в топ-5, у них нет серьезного роста по аудиторным показателям. И, ну то есть, мотивационная система не сработала так, как я хотел. То есть, товарищи, с одной стороны, рестримы на разные площадки, нулевая партнерка, но это не привело к увеличению показателей аудиторных. Вот. Нам надо либо пиарить это навне и нулевой партнеркой привлекать каких-то сторонних товарищей, но почему-то никто из топ-5-6-7 сильно не продвинулся за месяц-полтора-два. Увы. Да, записи есть, он для такого скидывает, у помидора есть записи. Но, когда мы нулевую партнерку выводили, она выдается топ-5 стримерам. Нулевая партнерка, это значит все, что с подписок, с донатов идет стримеру. Зачем делали? Для того, чтобы стримера мотивировать привлекать аудиторию на сайт. Потому что если он будет стабильно в топе, то, пожалуйста, у тебя вот есть анлим фактически. Ты напрямую работаешь с аудиторией. Вот. Но что-то пошло не так. А, и когда мы ее выводили, меня оттуда убрали по понятным причинам. Ибо нефиг. О, привет, а если предлагать плюшки за просмотр, то есть система продвижения выбирает ряд стримеров, размещает их на главный. За их просмотр в течение времени даем плюшки, типа скидки на прем. Слон, привет. Плюшки за просмотр. Мы, это хорошее направление, это фактически ты ачивки рассказываешь. То есть можно зайти, например, в ачивочки. Взять ачивку зрителя. Ой, я не туда зашел, извините. Надо же в ветку заходить. Вот. И тут разные, типа, постоянный зритель смотреть сколько, смотреть что и так далее. И просто призы пожирнее. Или там дополнительную ветку добавить сюда. Вот сюда вот, например, сезонную ветку какую-то, мотивационную. Это все как раз для, наверное, работы, это задача для маркетолога, когда будет сформирован, ну, когда будет базовая аудитория увеличена, скорее всего, так, как-то так. Ачивкок есть призы? Да-да-да, там сейчас ГГ-плюсы, но для стримеров, видите, лайк-партнерка будет выдаваться. Скроллим дальше. Уведомление. Проводилось, проводится оптимизация, все оптимизации. Да. Жаловались только на то, что, да, есть там описание новостное на гудгейме. но если ты скажешь SEO и тебя при этом будет слушать наш ведущий разработчик, ну, то есть базовые вещи сделаны. Вот. Были отдельные проблемы с тем, что сайты динамические, ну, в смысле, там, подгрузка контента динамическая, но, насколько я помню по тому, что Павел говорил, сейчас там даже шаблоны не обязательно отдельные делать, сайты научились такие сайты индексировать. Ну, и поисковый трафик тоже там довольно, он есть. За всю историю у нас была пара таких глобальных подходов по SEO-оптимизации, пользовались сторонними сервисами и недавно проходились по очевидным местам. Ну, допускаю, учитывая то, что у нас постоянно что-то появляется, что-то исчезает, где-то что-то могло появиться без... А подход не всегда такой системный. Возможно, что-то где-то... Вот, например, делали Landos, и там кто-то из наших уже в середине процесса заметил, что тайтлов-то нет, надо прописать бы. То есть такое. Хаотик. Хаотик good. Так скажем. Цель SEO для ГГ. В смысле? Ну, у тебя есть большое количество новостей, у тебя большое количество статичных страниц, типа там тем на форуме каких-то с полезной информацией. Цель SEO — это привлечение поискового трафика по разноплановым запросам, низкочастотным, высокочастотным и так далее. Поиск там стримеров, например, вводится никнейм стримера, мы там где-то попадаем. Стримы, игры, там турниры тоже, там бах, турниры, у тебя турниры. Генератор сетки, хопа ты там в топе в гугла. Вот для этого, для того, чтобы пользователи, незнакомые с сайтом, через поисковые системы могли найти какие-то релевантные странички сайта, а мы со своей стороны для того, чтобы это все... Ну, есть определенный набор правил, который облегчает или даже делает возможным индексацию страниц в поисковиках, чтобы роботы, которые обходят интернет, вот. Но судя по регулярному трафику поисковому и судя по отчетам там еженедельным, ежемесячным, которые приходят от Яндекса, вебмастера и от гугла, не помню, как он там тоже называется, наверное, тоже вебмастер, там все потихонечку капает. Нужна галочка, только с синевикам, прикопывая, но бытаналит премьер, выбранный по умолчанию, до времени премьер шейков обескураживает. Хорошая тема, Гравди. Миш, такой вопрос, стример может удалить донатные смайлики? Нет, мы ничего не деактивируем спустя какой-то ситуации в том, что я все время использовал свой хавк, сейчас он пропал. Ну, надо зайти к хавку, посмотреть, загружены ли у него смайлики, нет. Но, к сожалению, никто не может посмотреть, кроме, может, хавк расстроился, что мы за него не поболели в определенный момент и решил удалить смайлики донатерские. Да, удалил. Произошло 30-го, 0-4-го. Что было 30-го, 0-4-го. 30-го, 0-4-го. 25-го в пятницу был well-played cup под номером 4. Видимо, хавк там проиграл и, видимо, я там что-то накомментировал, да? Получается, минус хавк. Ну, он на твич довольно давно стримит. Но я бы на его месте, конечно, на посоломку подстелил. На всякий случай. А, когда переугровка с Blade была. Да, и мне после этого еще сказали, что он на well-played и на меня почему-то обозлился. Ну, короче, там ситуация какая, друзья. Вы помните, они в финале, сейчас откроем сетку, они в финале играли с Blade, да? Ну, капец, ну, как маленький. Они играли в финале с Blade, да, есть запись, можете посмотреть. Фактически, во-первых, я сразу абстрагировался, сказалось, что я не вмешиваюсь, это не мой турнир. Сказал, что обычно в мое время переигровки назначались, если нет стопроцентной уверенности в том, что игра бы, то есть нет у кого-то стопроцентного или близко к стопроцентному преимущества. Короче, там при счете 2-2, при счете 2-2, Blade вылетел, Хавки дал молоток в Маутен Кинга и должен был его окружить. Когда идет вылет, еще там доля секунды юниты продвигаются вперед и МК Блейда чуть-чуть вылез вперед. Там его спаллбрекер рядышком, Хавковский спаллбрекер рядышком, МК, Хавка кидает молоток в Блейда. И типа у Блейда 58 лимита, у Хавка 54, как сейчас помню. Блейд пушит экспант, у Блейда экспанда нет, у Хавка есть экспант, то есть это ключевое сражение. Типа на... И весь вопрос, типа окружит он его или не окружит. Ну, там с одной стороны брейкер рядом, с другой стороны брейкер рядом. Там не было 95% уверенности, что удастся окружить. Вот. И после этого, блин, он пошел смайлики удалил. Жалко, что я вызываю только негатив местами. Ладно. Не пушите, только Хавка. Потому что, как мы знаем, это все эмоциональное. Это вот киберспорт этот. Особенно это был финал, а в финале он после этого еще проиграл на переигровке. И я дважды сказал, что я его прекрасно понимаю. Ёпрс, это за что? За что смайлики-то убирать? Так. Андроид-приложение в два раза сильнее кушает батарейку, чем твич. Артур, лучше сразу репорт. Сразу репорт. Мерч будет в продаже постоянный ассортимент побольше? В ближайшее время нет. Мы планировали выпустить отдельно мерч после такого. Ладно, неважно. Михаил Насталин, я рекомендую перед партнерством с кем-то почитать не только что ВКонтакте рассказывать, но и презентацию компании своих сайтов для инвесторов. за что-то в том числе больше понимаете с разными соотношениями. Спасибо большое, Феликс. Я это отдельный язычок. Не думали сделать что-то мультичата? Думали не раз. И учитывая интеграцию там со стриминговыми сервисами, это не так сложно сделать. И с Рутони общались по этому поводу. Решили, что это хороший инструмент. И у нас даже он добавлен в roadmap на разработку. но мы его делали для стримера, а не для зрителя. То есть это инструмент для того, чтобы стример мог в своем чате на канале НГГ агрегировать сообщения с других чатов. А для зрителя это не так нужно, потому что, во-первых, на трансляции, как правило, чат отображается, общий чат отображается, если тебе очень хочется. Во-вторых, будут вот эти вот кривые штуки, как RestreamBot, знаете, вот ты не сможешь этим людям ответить. Например. То есть сразу возникает серия вопросов по механике. Вот как ты будешь реагировать на сообщение человека, которое в этом чате отобразилось, хотя оно из другого чата. Ты же не сможешь с ним пообщаться. То есть там интерактивность отсутствует. И вот на этом моменте логическом мы приостановили тему с чатом для пользователей и согласились, что мультичат для стримера, учитывая наличие интеграции с другими стриминговыми сервисами, это очень логичный шаг. Если вы вдруг будете интегрировать киевый кошелек напрямую, то у нас очень отзывчивая поддержка, говорит Хомякин. А если не будет отзывчивой, то можем их тыкнуть палкой через меня. Спасибо, Хомякин. Мы общались сегодня с Юлей. Юля была мила. Правда, не могу не пожаловаться. Я сразу в заявке написал про ООО, про реквизит и все. Она почему-то перешла к шаблону ИП, а я не ИП. Но в целом там процесс идет. Хомякин такой серьезный, хорош. Если бы не разноплановая аудитория наша, мы бы... Задача номер один, говорит Ителот. Иконка тортика, если вы учат ланды на день рождения. Супер. Супер. Рулетку и прочие. Вот это очень хорошая тема. Такая задачка вроде как простенькая, но очень классная. А заодно и посмотреть, почему у нас поздравление с днем рождения не отправляется всем пользователям, как мы планировали, а только возвратные работают. Это тоже, видите, кстати, нужно зафиксировать. То есть убедиться в том, что задача есть. Что там явно что-то просто недоделано. Что я как сейчас помню, что мы на чем-то остановились и сказали, что да, с днем рождения мы будем поздравлять всех. Второй раз предлагаешь. Ой, запись стримов готов поменять на то, чтобы клипы сохранялись без 25 просмотров. Дарю непремую по клику на ник. Это контекстное меню, очень хорошая тема и записана в задачах. Рейтинг под галкой не начисляется. Так и есть. Запятые коплю не отдам. Хитрые, хитрые. Так, РБ говорит, куда писать надо? Уже три раза писал. Есть баг в плеере, когда не хватает сети, он за место подгрузки берет автоматом и переключается назад на одну 10 секунд. Первый раз слышу. Иногда происходит без пауз. И вначале непонятно, что это. Я пару раз ловил этот баг. Это что-то новенькое. Просьба зачитать от коммитии. Ты с ума сошел? Квей. Я читал это в Дискорде. Что же? Ой. Подарочные подписки дарят несколько случайных, очень часто подарочные дарятся мне самому стримеру. Да. Мы же это с тобой обрабатывали уже. Ну, то есть, ну... Рестрим-сервис. Я пользуюсь с рестримом Гагановаз. Мне напрягает только одно. Иногда рестрим просто отваливается. Почему нельзя сделать переподключение автоматически без стоп-старта? Все по делу. Рейды. Где рейды? Рейд. Это же ток. Такая топовая опция для взаимодействия со стримером, знакомствами и прочим. Где они? Блин. Такой тон. Конечно. Извинись. На Твиче ретрансляции уже особо неюзабельны. Все используют рейды. 1800 сотрудников Твиче. Алло. 970 лямов. Оценка. 40-50 ердов. Стоимость. Планово убыточен. 7 лет, блин. 7 лет, Карл. На СНГ два менеджера. Там вообще никому мы не нужны. Ёшки-матрешки. Конечно, избаловались с Твичом на самом деле, потому что, ну, это вот тема очень хорошая. Когда у компании за спиной Амазон, когда у нее со старта оценка 970 миллионов баксов, когда у нее количество сотрудников в 200... во сколько? В 200 раз больше, чем у других. Когда фактически вот это вот СНГ-шный сегмент, у нас хоть и многочисленный, но там ботов 60%, как выяснилось, и в 5-7 раз менее платежеспособный, чем в Европе в среднем, и там в какие-то 10-12 раз менее платежеспособный, чем в Америке. Ну, вы понимаете, что делается... Ну, короче, что я рассказываю? Не сравнивайте, пожалуйста, с Твичом. Твич планово убыточный, несмотря на все это. Как там? Как там? Как там? Как там? Как? 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 Что вы хотите от 10 человек? Что вы хотите? Балы канала. Почему бы не сделать баллы канала, как на Твичей Троу? Я не знаю, почему. Мне просто не хочется делать баллы канала. Вот честно. Вот я... Вот честно, я... Каждую планерку, у нас два раза планерки в неделю, каждый раз говорят, баллы, Михаил, надо делать. Давай мы сделаем баллы, завтра будут баллы. Я говорю, ребята, нет! Вашу шметь, не хочу я баллы, не люблю я, я не хочу возвращать ГГшки на ГГ. Он говорит, ну Михаил, ну... Ну Михаил, ну давай. Я говорю, нет, я тут главный, не будет баллов. Просто. Коты испугались. Да там просто, там реально... Ну... И вдогонку сейчас пролетит. Я надеюсь, администрация понимает, понимает, что сейчас такой момент, когда надо ловить волну. Вот именно сейчас надо устраивать всякие там конкурсы, привлечения. Да, давай там 12 лямов каждый месяц, как трого, просто за стримеров, за показы будем платить. Вот именно сейчас надо устраивать конкурсы, привлечения, делать быстро, удобные опции, которых не хватает стримерам. Ну, типа там турниры, рестримы. Иначе вы опять всех отпустите на трого и васт. Ёб твою мать. Как же ты мне дорог. Там васт МТС абсолютно спокойно может еще ярд спустить в следующие три года. Не заметят. Им-то можно. Вот поэтому как бы я и говорил про три пути. Про три пути. Первый, это вот первый, когда мы занимаемся вот сами как можем, так и занимаемся. Вот с вашей помощью. Крис подчеркивание Ксента поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает подписдователь. А почему не как у соседей? Алиди с работы новую шубу муж купил. А ты? А Миша на BMW, а ты на Мазде. Почему не на BMW? Не ругайтесь, пожалуйста. Нет, ну, это все естественно. Понятное дело, что для пользователей как бы пофиг. Как бы главное, чтобы продукт был хороший. Вот. Но вот есть три пути пока что у нас такие. Вот это вот мы сами как можем и сильные независимые. Второе, это какой-нибудь поиск ресурсов, венчуры. Это такой компромиссный вариант с хранением, пусть временной, какой-то независимости. А третье, это уже надо искать партнера. Искать партнера, потому что, ну, когда у тебя Тресен, когда у тебя, слава богу, Амазон ливает, когда у тебя еще МТС и ВК, скорее всего, будет с нами или без нас сделать стриминговый сервис. как бы это все. И ты будешь читать вот такие вот комментарии и сокрушаться, почему у тебя ресурсов нет. Еще один очень важный вопрос, почему недоступна страница Old Good Game? Хотел посмотреть на вершину достижения человечества, но не смог. Ну, возьми этот, веб-архив, ты можешь спокойно, есть же сервис, который позволяет посмотреть старый, старый сайт. Good Game и все, это же любой Google знает. Турнир, сейчас проходит турнир, висит уже полгода, да, я видел, видел. Заходишь, видишь, да, это хорошая тема. Я тоже туда заходил, видел ссылку, мне показалось, что этот турнир посоздал чувак, который решил свой канал пропиарить, смотрите. Вот, стрим будет на канале YouTube, там 17 подписчиков, как сейчас помню. Нет, не 17. Ну, тогда уже кто-то подписался. Тогда, считаю, этот турнир закрытым. Он реально полгода висит. О, Jogged Solo League, как я пропустил. Фига. Это ж Jogged. Это ж Jogged. Core Mix. Помню. И чё, кто выиграл? Так. Так. 7 семок 364. Это буква Е, это буква Б, это буква А. Не-не-не, средства по тому турниру не возвращаются, скорее всего. Ну, напишут, напишут, вернем, начислим, какие проблемы. Короче, ладно, что делать с Jogged League? Хорошая лига, даже логотип есть. Так, друзья, давайте уже в фафашечку собираться потихонечку. Мне кажется, пора. Дочитаем сейчас комментарии. Пишу эту просьбу третий раз, говорит, граф поддержал ваш канал на 5000 рублей и сообщил разрабан на пиццу, майкеру на чай с ромашкой и 1800 сотрудников. Спасибо, да. Это нам поможет. И помните, что если вы хотите засаппортить, самая классная тема это не бобру донатить, хотя эти средства все равно так или иначе идут в Good Game, а зайти на страницу Good Game Plus и посмотреть, выбрать себе какой-нибудь тир, получить какие-то дополнительные фишки, плюшки и функции или просто просто поддержать просто так. Вот как сегодня поддержал Knife. Спасибо большое. Расчувствую сейчас. Так. Быстрое отображение комнаты при ПКМ на нике и пользователе в чате. Ну, это такое решение очень странное, иначе комната висит как очередной хвост. Да. Уаин 86 поддержал ваш канал на 111 рублей и сообщает Сдаю свой фидбэк. Спасибо. Спасибо за сдачу. Так. Мишанин, насчет юных не очень практикантов для разработки что-то простого на сайте. В стране продвигает вовлечение специальностей, продвижает гидсайф, пробует научить питон, прохожу онлайн-курс. Ну, нет, ну, смотри, если говорить о подаванах, мы, конечно, пойдем на мероприятие. В Белгороде будет 17-го пойти, но ежегодно я просто присмотрюсь к товарищам, потому что, может быть, будут реально толковые. Вот, но проблема в том, что сайт не прост. Сайт не прост, совсем не прост. И подаван не вырастет сам. И ему нужно будет под боком обязательно кто-нибудь... Спокойно, ты говори, не ты. Ему нужен будет кто-то типа Паша под боком или Эльдара. То есть, его должны в любом случае менторить. На самом деле, сейчас самый свободный с точки зрения менторства это ледокол, как это ни странно. То есть, если вы по какому-нибудь администрированию, девопсу, что-нибудь там развернуть, кластеризовать, я думаю, что с Эльдаром можно пообщаться. Хотя он сам сейчас скажет, что у него компетенции нет. Вот. Но ледоколыч, да. А вот с точки зрения разработки, тем более питон, я не думаю, что у нас питон где-то используется, к сожалению. После окончания любопытно было бы над такими маленькими задачками поработать. Насколько мне известно, питон только в скриптах когда-то Эльдаром использовался. А будет возможность выкупать личную иконку в чате от дизайнеров? Он поддержал ваш канал на 5000 рублей и сообщает Терраформ в студию. Терраформ? А что это? Это игрушка такая? Так, давайте, тут еще комментарии не успеваем прочитать. Давайте пока создам карту, причем, скорее всего, мы возьмем сразу же что-то... Дернаэр активировал премиум. Что-то большое возьмем, наверное. Дернаэрн. Спасибо. Записи стримов, клипов добавьте скорость x2, если это несложно, и за... Смотрю записи на ютубе, а не на гг. Я думаю, что это решается действительно несложно. То есть это... Хотя, подожди, это средствами интересно встроенными в браузер решается ли это какая-то разработка? Подчеркивание, что Тарсис поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, хотел ребяткам в чатике Гагая плюс раздать, но не нашел механики, как у премиумов. Нет, там механика, насколько я помню, подарить ты можешь только написав кому. Видишь? Да, ну потому что плюс он как бы сквозной, он не привязан к каналу, он действует на все части сайта, поэтому... Мне монитор с разрешением похвастается. Когда кастеры начнут вести трансляции под формат моего монитора? Это вряд ли. Дум Степка говорит, привет, Миша, все по заветам бате, стенка, стенка, ТП в покрыцере, но и что трапер Шакал, спасибо за 140 месяцев. И у нас уже почти все набились. Прекрасно, поиграем еще, успеем сегодня. Добрый день, Михаил. Когда-то писал, что меню профиля внезапно открывается и мешает переключать страницы клипов. Недавно опять на это наткнулся, курсор чуть навести. О, отлично, задача к поверстке. Хорошо. Да-да, исправим. Все, и мы справились. Отлично, друзья. Я, во-первых, благодарю еще раз всех сопричастных и вас в том числе за то, что вы заходите, смотрите, поддерживаете, там, участвуете так или иначе в движухе на сайте. Если у вас есть какие-то вопросы... поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает... Здрасте, Олег. Терраформа — это способ описывать весь продакшн текстовым файликом. Чтобы использовать эту хрень, надо плюс два ревопс с дикой зарплатой в команду. А-а-а. Да, Кузя как раз по той же самой части, по крайней мере, учится. Спасибо, Кузя. Когда уж вы... Ты не собираешься в этот на чемпионат России приехать? Сережа вроде приезжает. И погода будет отличная. Ты прослакал последние четыре мероприятия где-то наши, да? Рома успел еще и на Кипр к Лисецким съездить и к нам раз, наверное, семь. Хотя все нет и нет, я уж не помню, как ты выглядишь. Покажи кота. Три кота. Три кота. Три кота у меня. Одна на ноутбуке, другая напротив плазмы, третья на... Лечерус поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Михаил, еще раз доброго вечера. Еще раз здравствуйте. Я, конечно, мимо крокодил. Но хочу сказать, что я и многие другие любим вас именно за то, что вы не крупная компания. Не крупная. За то, что вы меняетесь к лучшему, учитывая пожелания людей. В общем, спасибо. Спасибо, спасибо. Надеюсь, такими же крутыми вы и останетесь. Спасибо большое за спасибо. Короче, всем причастным последний раз огромное спасибо. Вам спасибо за поддержку. Увидимся с вами на МКЛе в следующем месяце или через месяц, если у нас не наберется достаточного количества интересных для вас. Ну, сейчас в тайминг вообще отлично уложились. Полтора часика. И все прочитали, и собрали фидбэк, и отчитались, и, в общем, нормально. И как раз в Warcraft пошли играть. Супер! Супер! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...